Греческий реставратор Венезелос Гаврилакис использует увеличительные стёкла, ватные палочки и деликатный подход, чтобы восстанавливать древние фрески и иконы в церквях Стамбула. 44-летний мастер переехал в страну 8 лет назад. С тех пор он и его коллеги поработали над десятками артефактов в 25 греческих православных церквях. Сейчас Венезелос трудится над творением под названием «Преображение Господня». Говорит, что работа заняла больше времени, чем обычно из-за пандемии. «Да, этот период непростой, но он тоже закончится. С другой стороны, нашу работу над этими драгоценными и бессмертными артефактами люди смогут увидеть всегда, смогут зарядиться от неё вдохновением и силой. Они также вспомнят о безграничных возможностях человека, который создаёт такие удивительные вещи». В Турции растут опасения по поводу сохранения артефактов христианской, византийской и мусульманской, османской эпох. Такие предметы истории часто не реставрируют, либо отдают в руки неквалифицированных мастеров. Гаврилатис же даёт пожизненную гарантию на свою работу. Он также говорит, что своим проектом хочет призвать всех людей к единению. «Думаю, призыв церкви к людям объединиться в эти непростые времена пандемии был услышан. Мы все должны держать духовную связь, должны помогать друг другу и делать что-то во благо общества». В прошлом году Турция решила превратить в мечети знаменитый собор Святой Софии и церковь Христа Спасителя на полях – ещё одну достопримечательность византийского зодчества. Это вызвало критику со стороны экспертов, церковных лидеров и западных стран. Они выразили обеспокоенность, что преобразование может привести к повреждению фресок и других артефактов. Гаврилатис обучался в Италии и Греции, где работал более чем в 40 церквях. В Стамбуле самое старое изображение, которое он и его команда восстановили – это фаюмский портрет II-III веков до н.э. как барабан… Продолжение следует...